На прямую связь со студией из Алматы выходит политолог Аскар Хнурша. Доброе утро. Спасибо, что присоединились к нам в столь ранний час. Личность первого президента Казахстана хорошо известна не только на пространстве стран СНГ и Центральной Азии, но и за границей. Аскар, как по-вашему, какую роль сыграл Нурсултан Азарбаев в налаживании политической дипломатии со всем миром, если мы говорим о Казахстане начала 90-х годов и Казахстане сегодня? Здравствуйте. Казахстан и в целом постсоветское пространство прошли через очень сложные времена. Молодое поколение не помнит, но старшее поколение помнит, что это был период, когда полыхали межэтнические конфликты, территориальные споры. У нас близко, наших соседей из стран СНГ, в Таджикистане была гражданская война на Кавказе, на Горный Карабах. Очень много конфликтов. И президент Азарбаев, он в мире очень известен о своей дальновидности. У него репутация очень опытного и мудрого политика. И по всеобщему признанию, Казахстан благодаря его политике стал важным фактором региональной стабильности. И понятно, что с уходом президента Азарбаева один из первых вопросов, который задают сами жители Казахстана и наши международные партнеры, продолжит для Казахстана тот курс, который был основан президентом Азарбаева. То есть будет ли продолжен Азарбаевский курс, сохранится ли преемственность и сохранится ли важная роль Казахстана как стабилизатора политических процессов. И я думаю, что преемственность будет обеспечена. Знаете, казалось бы, за 30 лет мы хорошо узнали президента Азарбаева, но он продолжает удивлять в хорошем смысле слова. Азарбаева, даже свой уход с поста президента, даже в этом процессе он является хозяином положения. И он вновь себя показал, скажем, свой политический класс мастером политической игры. И эксперты действительно много прогнозировали процесс транзита власти, но даже для них, я думаю, вчерашнее обращение было неожиданным. И в целом, я думаю, что сам решение, которое принял президент Казахстана, пойдет на благо нашей стране. И очень важно, чтобы смена власти происходила в конституционном русле, что сейчас происходит в соответствии с буквой духа закона. И понятно, что не менее важно, что президент уходит обратить внимание именно на пике своей популярности, на пике своей власти и на пике своей физической формы. И именно в этом процессе, я думаю, это немаловажный фактор. Примеры многих стран по соседству с Казахстаном показывают, какие риски несет себе процесс транзита власти. И я думаю, тот путь, который выбрал президент Назарбаев, он соответствует, скажем, наиболее оптимальный вариант, наиболее просчитанный, продуманный. И в целом он мне напоминает, скажем, не только процесс передачи власти от Ельцина к Путину, но и, скажем, примеры ведущих передовых азиатских стран Сингапура. Или вспомним, скажем, как постепенно уходил власти в Китае его духовный лидер в 90-е годы. Поэтому, я думаю, президент Казахстана, он далеко не уходит, он сохраняет свои ключевые полномочия в Совете Безопасности, в партии Нуратан, как Ельбасе. И я думаю, сам факт его присутствия, то, что он сохранит возможность оказывать влияние на этот процесс, контролировать его, это тоже, я думаю, фактор стабильности и предсказуемости этого процесса, что, собственно говоря, и нужно нам на этот непростой процесс транзита власти. Скажи, если говорить о Евразийском экономическом союзе. Накануне, например, министр России Дмитрий Медведев в своем заявлении почерпнул, что именно Нур Султан Назарбаев стал родоначальником евразийской интеграции, что именно он 25 лет назад выдвинул идею создания этого союза, который сейчас активно развивается. То есть мы все-таки пришли к созданию этого объединения, и Нур Султан Назарбаев всегда очень активен в вопросах сотрудничества со странами-членами ЕАЭС, в том числе и в отстаивании интересов Казахстана. Как вы считаете, какая роль была во всех этих вопросах первого президента, и как будет продолжаться наше сотрудничество в рамках этого объединения? Ну, общеизвестная роль Казахстана и его президента Нур Султан Назарбаева как локомотив евразийской интеграции. На самом-то деле было много вариантов постсоветской интеграции, и я думаю, что то, что мы видим сейчас, те результаты и итоги этого процесса, они были бы невозможны, если бы свое веское слово не говорил Казахстан. То есть, я думаю, Казахстан важен к участникам этих процессов, в процессе евразийской интеграции. И самое главное, я думаю, тот акцент в политике Казахстана именно на экономических, на сотрудничество в сфере экономики, сначала экономика, затем политика, акцент на безопасности, на доверительных отношениях, я думаю, именно он поставлен во главу угла, и именно он приводит к тем результатам, которые на данный момент нам необходимы. И естественно, что особо хочу отметить доверительные отношения между лидерами стран евразийской интеграции, между Казахстаном и Россией, Казахстаном и Белоруссией, нашими соседними по Центральной Азии. И поэтому в политике без личностного фактора также много не делается. И поэтому я думаю, что те параметры евразийской интеграции, которые отставят Казахстан, я думаю, они будут продолжены в дальнейшем. И в целом Казахстан будет руководствоваться именно теми принципами, которые легли в основу политики Назарбаева на этом направлении. Понятно, что в то же время Казахстан будет адаптироваться под те процессы, которые происходят в регионе и мире. Спасибо большое. Напомню, политолог Аскар Нурша был с нами на прямой связи. Я благодарю вас за мнение еще раз.